Человек, который был рождён в определённой религиозной традиции, или же человек, который ищет ответы на внутренние вопросы, сокровенные вопросы, он сталкивается со священными писаниями в рамках той или иной религии. И так получается, что вместо ответов на вопросы в его сознании рождается ещё больше вопросов, потому что он сталкивается с противоречиями в священных текстах. Служители каждой своей религии говорят приблизительно похожее, что это Слово Божье, что нужно доверять Божественному откровению, вплоть до того, что нужно даже верить каждой букве. И здесь возникает вопрос, а как вообще создавались и писались священные писания, и вообще в каком виде они дошли до современного человечества? И мне кажется, что на этот вопрос очень важно ответить, потому что действительно очень много людей, которые искренне стремятся к Богу, и на пути на этом стоит сознание, и не только их сознание, но и сознание других людей. Когда приходили пророки, то они передавали людям информацию в устной форме, и люди уже в устной форме передавали от человека к человеку. И вот здесь вопрос, а можно ли вообще полагаться на человеческую память? На память и сознание. Да. Да. Вот исследования показали, что, в принципе, любое событие, которое становится воспоминанием, оно уже может исказиться до неузнаваемости. И, по сути, сознание человеческое — это фальсификатор. Оно сохраняет точный образ события только буквально какие-то миллисекунды. А когда включается уже долгосрочная память, то оно искажает полностью событие до неузнаваемости. И вот эксперимент, который, к примеру, хотелось бы привести, это подобен игре детской «в испорченный телефон», когда для эксперимента требуется пять и более человек. Первому предлагается прочесть абзац и пересказать его второму. После второй пересказывает третьему, третьему четвёртому и так далее. И замечено, что уже при передаче от первого участника ко второму теряется до 50% важной информации. А к пятому… Вот займите, друзья, 50% важной информации — это то, что я говорил. Да. А уже к пятому просто доходят какие-то обрывки, которые совершенно никак не похожи на то, что прочитал первый. Правильно. А представьте, когда из поколения в поколение это идёт, то что доходит до нас? Да даже не пять человек реально, это… Да, да. Вот тоже… Это сотни людей. Сотни людей. Тысячи лет, да. Да, да. Вот есть тоже такое практическое доказательство, которое используется в практике судебных разбирательств, там, где от того, какие показания даст свидетель, зависит судьба… да, жизнь другого человека. И вот профессор Вашингтонского университета Элизабет Лофтус, признанный эксперт по вопросам памяти, обнаружила, что свидетель помнит в точности, что происходило только, когда рассказывает об этом в первый раз. Это не в точности. Он может описывать образ и увиденное, не понимая даже сути. Там уже могут быть искажения от его отношения к ситуации, от того момента, когда он это видел или это слышал, какое у него было настроение, какое влияние это оказало на него и какой образ у него родился. Ведь он… опять-таки мы возвращаемся к образам, которые включают в себя все наши, так скажем, ощущения, эмоции и всё остальное, которое мы восприняли, и как мы это поняли. И поэтому оно, да, максимально близко к Истине в понимании этим человеком. Да. Извините, я внёс поправку, но это правда. Но с каждым вот последующим изложением точность таких показаний… Уменьшается. Уменьшается. Даже у одного человека, и не надо передавать… Один и тот же человек, если мы будем расспрашивать у него об одном и том же событии, к которому он был свидетелем или в котором он принимал участие, то по мере продолжения расспросов будут идти искажения. Тем более если одни и те же вопросы будут задаваться другими людьми, и ему придётся десять-двадцать раз рассказать одну и ту же историю, а судебное разбирательство порой длятся годами, и свидетелю приходится десятки раз выступать. Всё в конечном счёте придёт к тому, от того, что он изначально рассказал, и к тому, что он будет рассказывать на десятый, на двадцатый раз, там останется процентов двадцать-двадцать пять от изначально изложенного им. Почему? Потому что, общаясь с человеком, задавая ему образы… То есть человек, когда задаёт ему вопрос, он ему насаждает образ. Этот образ начинает постепенно крушить и ломать те образы, которые у него зародились, замещая их другими. И таким образом, что вначале, когда человек первый раз рассказывает об этом, он рассказывает в отношении того образа, который у него сформирован. А в последующем, представьте, когда с ним поговорили пять-шесть следователей, к примеру, каждый кто-то дёрганный, кто-то нервный, кто-то, скажем так, с напором разговаривал, задавал те же вопросы, но чуть-чуть по-другому, более напористо или ещё что-то. Человек испытывал где-то страх, где-то унижение, где-то ещё что-то, какие-то переживания, эмоции. И это микрообразы, которые облепливали основной образ, крушили и создавали новый. И таким образом через 10-20 вопросов у него будет совершенно другой сформированный образ. Но что тогда он говорил откровенно и честно, а что потом он будет говорить откровенно и честно? И вот как раз искусство следователей и особенно судей — это понимать и знать это всё, и всё-таки вытащить эту Истину. А Истина знаете где? Вот в тех 20%, которые остались. Вот они могут являться каким-то определённым базисным фундаментом той истории, которая произошла в действительности. Так работает наше сознание. Опять-таки взаимодействие сознаний между людьми, оно крушит и создаёт образ. Да. Ну вот это практика психолога. Мы хотели бы предложить нашим зрителям, которые, возможно, сомневаются или для того, чтобы подтвердить данные исследования, провести эксперимент собственный после просмотра передачи. Можно взять либо эту передачу, можно либо какую-нибудь другую, и после просмотра, спустя какое-то время, попробовать изложить на бумаге, что они запомнили, увидели. И после этого пересмотреть заново передачу и сравнить то, что они написали, с тем, что они второй раз посмотрели на наличие искажений и трактовок, которые просто меняют смысл. На наличие образов, да? Да, на наличие образов. Вот первый образ, который сформировался, тут же его записать, потом пересмотрите. Желательно через два-три дня пересмотреть и сравнить свои понимания с теми, которые вы записали. Но записывать надо более подробно, правильно описывая тот образ, который у вас сформирован, то есть что вы видели, что запомнили. И разница будет существенной. У многих возникнет вопрос, а можно ли избавиться от этого? Можно. Но для этого нужна правда. Нужно Жить Правдой прежде всего внутри себя. Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok